Тюменский боец смешанного стиля Алексей Кунченко, входящий в команду Ньюстрим, исполнил свою давнюю мечту. Сибиряк, одержавший ВМВАН 18 побед в 18 поединках, теперь дебютирует в UFC. Первый бой в этой организации он проведет в Москве уже скоро, 15 сентября. Атлет нового потока на абсолютном бойцовском чемпионате в весовой категории до 77 килограммов выйдет на ринг против бразильца Тиаго Алвеса. Обоим по 34 года, но у Кунченко есть преимущество – непреодолимое желание драться с топовыми бойцами со всего мира. Утром я проснулся, уже скинули постеры, что я дерусь с Тиаго Сильвы на UFC, но на данный момент у меня не был подписан контракт. Я был сам удивлен, потому что бразильцы, я так понимаю, они поспешили в своем СМИ, выставили, а они даже не в курсе были, что я не подписал. На данный момент контракт я подписал вчера, где-то примерно в полдвенадцатого ночи. Он своим примером доказал, что всего можно достичь, если ты захочешь, если ты пожелаешь. Главное, чтобы звезды шли, там уже свыше все будет для начальника. Он мне как друг, то есть и помогает мне как бы и в жизни своими советами, и в спорте своими советами. Поэтому, не знаю, мне с ним очень легко, у нас дружеские отношения. Для того, чтобы Кунченко заговорили в самой престижной спортивной организации единоборств, Алексею пришлось с мая 2013-го в буквальном смысле разбирать своих соперников. Первым осознал серьезные намерения сибиряка в ММА Гасан Мамедов. Спустя три года упорных тренировок и зрелищных боев в ринге, откуда тюменец всегда выходил победителем, мастер спорта по армейскому рукопашному бою и тайскому боксу выиграл титул чемпиона М1 в полусреднем весе. А затем четырежды это звание защитил. Теперь мысли Алексея связаны с лучшими бойцами мира, которые ждут его на новом качественном витке спортивной карьеры. Опыт растет, функционалка в принципе держится неплохо, что с возрастом, я заметил, теряется скорость. Ну, в принципе, будем больше работать на технику и стараться уже молодых, детских, быстрых обманывать именно и брать хитрости. Ранее сибиряк подготовку к поединкам проводил в Таиланде, в клубе «Тайгер». Сейчас же тренируется в одном из тюменских бойцовских центров. Помогает Алексею Павел Гордеев. Человек очень серьезный. Даже когда мы живем вместе на сборах в квартире, то есть всегда у нас порядок, всегда все у нас по полочкам должно быть расположено. Иначе как бы Алексей следит за этим, за порядком, отчитывает. Ну, наш старший товарищ, мы к нему прислушиваемся. Он нас ведет и как бы следит за нами. Вместе с Павлом непобежденный чемпион М1 в полусреднем весе просмотрел несколько боев своего первого соперника в UFC, досконально разобрав его действия во время схватки. Работает больше в стойке, борется мало. Он любит ударный стиль, тайский бокс. Поэтому он был зрелищным бойцом. И почему его все не увольняли, потому что он очень хорошие бои показывал. Потому что мало кто любит, когда борется, лежат, всем неинтересно это. Поэтому и на меня, как ударника, с ним постали. Ну, скорее всего, хотят увидеть зрелищный бой, потому что он идет вперед, назад не идет. Я стараюсь тоже идти вперед, поэтому все думают, что у нас будет заруба. В рекорде Алвиса 22 победы при 12 поражениях. Какой графе добавит единицу предстоящий бой, узнаем через месяц. Скорее всего, моего роста может быть чуть-чуть пониже, но он пошире получается. Он сбитый, ноги мощные, ногами старается много бить. Сериями руками. Руки у него не длинные, они короткие. Но взрывные удары сильные. Если можно будет его пройти, значит, в дальнейшем можно будет работать и совершать какие-нибудь такие бои интересные. Стараться с такими топовыми тоже бойцами, чтобы быстрее добраться, к примеру, до титула. Сейчас цель надо поставить, забрать пояс и привезти в Россию. Субтитры создавал DimaTorzok